В 1701 году произошло два очень важных события. Во-первых, король в изгнании Яков Второй Стюарт умер, и поскольку на тот момент у него уже был наследник, сын, будущий Яков Третий, с 1701 года, поскольку королем рода здравствует король, уже действующий Яков Третий в изгнании, это естественным образом привело к необходимости подстраховаться. В 1701 году был принят так называемый акт о престола наследия, согласно которому после смерти королевы Анны Стюарт корона на тот момент еще Англии и Шотландии отдельно должна была перейти к германскому протестантскому дому ганноверов. Такие очень-очень дальние родственники, но они были убежденные протестантами и, естественно, они были предпочтительней, чем триумфальное возвращение из Франции короля католика. В 1707 году состоялось еще одно эпохальное событие, а именно уния, итоговая, полная Англии и Шотландии. Здесь следует сразу заметить, что хотя с начала 17 века Англия и Шотландия управлялись одной и той же династией, то есть стюартами, с теми же самыми, с которыми мы уже знакомы, но юридически это считались два отдельных независимых государств. И теоретически с прекращением этой династии, с прекращением династии стюартов, они имели полное право разойтись в разные стороны и, в принципе, забыть друг о друге. Естественно, этого никому не хотелось, потому что Шотландия являлась значимым сырьевым придатком в будущем. Это все уже прекрасно понимали, эту перспективу. Поэтому в 1707 году была принята уния. Принята она была достаточно противоречивым образом. Комиссия, которая должна была дать добро или не дать добро на эту унии, состояла из 31 человека и от Шотландии, и от Англии. 31 – это общее количество. Но делегаты от Шотландии, те, кто должен был обсуждать унии соглашаться или не соглашаться, сторонники унии там были в абсолютном подавляющем большинстве. И, как правило, большинство из этих самых сторонников унии – это были люди, которые очень тяжело пострадали в недавнем, ну то, что сейчас бы мы назвали финансовая пирамида или какая-то там, назвали бы, допустим, это аферой, крайне неудачная попытка завести шотландские колонии за морем. Дело кончилось очень плохо. Все, кто в это вложился, потеряли бешеное количество денег, оказались в долгу, как в шелку. И здесь сторонники унии Англии и Шотландии пришли и сказали – господа, мы финансируем работу вашей комиссии около 100 тысяч фунтов золота. То есть даже по тем временам, даже в англанычных временах – это крайне приличная сумма, по тем временам это была сумма колоссальная. И шотландские перы, они в массе своей проголосовали за унию, причем крайне убедительно. При этом большинство населения, оно было от этого мероприятия не в восторге. Перов обвиняли во взяточнице, унию считали купленной. Ну и в каком-то смысле действительно так оно и было, потому что львейная доля этих 100 тысяч она осела в карманах. Но так или иначе проголосовали за воссоединение полной юридической с Англией. И вот именно с этого мета, с 1607 года можно употреблять само слово «Великобритания». То есть до 1707 года Великобритании как явления нет, а вот тут уже появляется та самая «Грейт Бриден». Поскольку те, кому не досталось кусочка от 100 тысяч фунтов золота, были крайне недовольны, это серьезно разозлило, во-первых, шотландских католиков, во-вторых, всех тех, кто считал, что католики – это может быть и плохо, но мы и без Англии как-нибудь обойдемся, и в принципе был абсолютно прав, полагая, что их не выслушали. И тем временем во Франции, естественно, слухи об этом всем, сведения об этом всем доходили, и у нового короля возгнания, Якова III, начинало формироваться убеждение, что или сейчас, или никогда. Здесь следует заметить, что в изгнании при дворе короля Якова Стюарта прибавилось очень много новых интересных личностей, потому что с 1710 по 1714 год партия Вигов, которая пришла к власти в парламенте, принадлась очень серьезно прессовать партию Тори. И многие знатные Тори, ну часть народа попала в Тауэр, потому что их обвинили в растратах, ну как это обычно делается. Часть бежала. Среди тех, кто бежал, был лорд Боленброк, очень видный политик, который решил, что раз уж пошла такая история, то неплохо бы и сторону сменить. И он отправился в изгнание к Якову Стюарту, который к тому времени уже, который там уже в скорости начал писать папе Клименту IX грустные письма о том, что «пожалуйста, поддержите меня, потому что коллическая церковь в Шотландии очень страдает, посмотрите, что происходит уже восемь лет, как эта уния, кошмар и ужас». Ну и кстати говоря, с точки зрения экономической, очень многие экономические историки упирают на то, что после унии экономика Шотландии, в частности, сырьевая отрасль, мануфактура, вот это вот все, это все очень резко выросло. И действительно производительность экономики, она стала больше, потому что появилось больше людей, которые были заинтересованы в производстве, появились новые экспортные рынки и так далее. Но понятно, что львиная доля доходов от этого, она по большей части перекочевала в Англию, потому что Англия все английское, это стали такие элементы престижного потребления. И опять же, очень многих шотландцев, которые, может быть, не сочувствовали якобитам, но считали себя патриотами Шотландии, это их тоже не устраивало. И поэтому король Яков писал Клименту XI, причем не IX, XI, что церковь страдает и нужно непременно что-то сделать, чтобы ее спасти, потому что все уже идет совсем куда-то не туда. И Викон Боленбург, который оказался в здании, которому тоже не нравилось, он королю писал в том смысле, что вот это тот момент, когда можно вернуть себе корону, сейчас или никогда, дальше будет только хуже, Ваше Величество, пожалуйста, придите и сделайте что-нибудь. Пока якобиты решали, сделать ли им что-нибудь, их сторонники в Шотландии, они решили взять дело в свои руки. 27 августа 1715 года Джон Эрскин, граф Мар, не советуюсь, в принципе, абсолютно ни с кем, созвал военный совет в Брэморе, в Горной Шотландии и объявил, что, господа, мы воюем. У него 6 сентября он поднял знамя короля Якова, король за король, там, заметим, он никакой санкции на это не давал, и скорее всего там он лишь только через некоторое время об этом узнал, но так или иначе было поднято знамя, образовало где-то 600 добровольцев, и естественно парламент отнесся к этому не то чтобы очень радушно, потому что вот Хабиас Корпус Экт, который очень любят, ну, во всяком случае, британские и советские историки, очень любят презентовать как такой вот триумф гражданских прав, личной неприкосновенности и прочее, его тут же быстренько отменили, то есть хватать снова стало можно, и плюс ко всему арендаторы, и плюс ко всему те арендаторы, которые снимали участки земли у лордов якобитов, они могли, сдав своего лорда, получить права на его землю. Естественно, земли графа Мара, они тут же были формально расхватны, потому что очень многие его арендаторы решили, что прокатиться в Эдимбург и получить там титул, просто там написав донос, это замечательная идея, и давайте так и сделаем. Тем временем к октябрю войско Мара, оно выросло до 20 тысяч человек, и они более-менее захватили все к северу от реки Форд. А река Форд, это особенно в 18 веке в социальной географии Шотландии, это вот та линия, которая отделяет Лоуленд, условно англизированный, условно развивающийся по нормальной континентальной модели от горной Шотландии с ее клановым устройством, с ее архаик, и с ее, в принципе, другим и этническим, и языковым, и религиозным бэкграундом. И, собственно, вся горная Шотландия, кроме Форт Уильяма, ну, Форт Уильям, это был, ну, именно что форт, именно что крепость, которая была построена привилегиями аранском, просто чтобы как-то обеспечивать курощание, транспорт и прочее. Вот этот опорный пункт кикабитам взять не удалось, и замок Стерлинг, очень здорово укрепленный, им тоже взять не удалось. Но здесь уже стала видна та проблема, которая, ну, сейчас будет спойлер, из-за которой все потом плохо кончилось, потому что граф Мару был человек, ну, как можно сказать, скорее всего, хороший, но не очень решительный. И пока, в общем, в какой-то момент он начал, как бы мы сейчас в розыске ступить, например, взять Эперта, который впоследствии стал столицей восстания, и марш двух тысяч человек и кабитов на юг, чтобы поддержать английских и кабитов, это, скорее всего, был не по инициативе Мару, которая сомневалась, а это было по инициативе его коллег и его непоследственных подчиненных. И пытались взять еще и Эдинбург, потому что в Эдинбургском замке хранились те самые сто тысяч фунтов золота, которые на самом деле были нужны всем, и лорд-драма с восемью десятками людей, они пытались взять этот замок под покровом ночи, потому что замок очень серьезный, стоит на скале, грубым штурмом его взять крайне сложно, но как-то так в него прокрасся тайком они попытались, но у них ничего не вышло, потому что этот план разгадали, в общем сто тысяч фунтов остались лежать там, где их и положили. И пока Мар не пользовался своим преимуществом, силы правительства под командованием герцога Аргайла, это вождь клана Кэмпбелла, Кэмпбелл это вообще такое очень интересное семейство, это один из самых старых шотландских гейских родов, которые происходят, согласно их мифологизированной генеалоги от самого Диармайда Удвивне, то есть это вот те самые ребята, которые были в Шотландии с самого начала, с первыми ирландскими колонизаторами, и в принципе они даже до 16 века включительно, они поддерживали шотландскую корону, но потом посмотрели откуда дует ветер и очень серьезно перековались. Так что в массовом сознании, скажем так, и в поп-культуре Кэмпбелл и такой вот предатель, который поддерживает все английское против всего шотландского, потому что ему дадут много денег и много власти, это примерные синонимы, хотя на самом деле были, конечно, и Кэмпбеллы и Коббиты, и в 45-46-м годах им очень тяжело досталось, потому что их не любили своих, естественно, не любили все остальные, потому что для одних-то Кэмпбелл, для других-то и Коббиты, в общем, куда ни кинь, все доклинь. Но в данном случае Аргайл, он успел сориентироваться, перегруппироваться, подтянуть силы, и стало понятно, что восстание, которое начиналось достаточно радужно, оно может кончиться скверно. Тем временем в Англии, на поддержку Англии очень сильно рассчитывали, потому что в Англии были свои Коббиты, как правило, это были те, кто или сочувствовал католикам, или, как на том берленде, криптокатолики, то есть те люди, которые или втайне, или явно все-таки держали свои прежние веры. Ну и, конечно же, консервативные землеводельцы, которым вовсе не нужно было делиться ни с чем с новой политической элитой, они, в общем, на их поддержку очень серьезно рассчитывали. Но 2 октября в Оксфорде и тоже и в ряде городов, в ряде английских городов арестовали практически всех якобетских заговорщиков, поэтому единственное восстание, которое удалось поднять в Англии параллельно со всеми этими событиями в Шотландии, это восстание в Нортумберленде, которое подняли 6 октября, потом впоследствии вот эти вот Нортумбрийские ребята, они соединились с якобитами из равнины Шотландии, они соединились с отрядом Макинташа, и с ними тоже все кончилось плохо, потому что 14 ноября их уничтожили убитые припрестами, то есть тут как бы все примерно кончилось ничем. Тем временем 22 октября в Шотландии король Яков III наконец прислал Мару бумажку, что он назначает главнокомандующим восстание. Дело уже постепенно катилось закату, но появилась бумажка, это придало какое-то воодушевление, и Мар отправился маршем на Стерлинг. 13 ноября они встретились с силами Аргайла, который конечно времени, как я уже сказала, даром не терял, и состоялась битва при шериф Муре, с которой вообще все очень сложно, потому что чисто формально по очкам выиграли якобита, потому что они потеряли чуть-чуть поменьше человек убитыми. Но, как мы уже говорили, граф Март упил, поэтому он не стал преследовать побежденного противника, он не стал его окончательно добивать и преследовать, и отошел обратно в Перд. В этот же день якобиты потеряли Эдинбург, весь остальной, кроме замка, потому что замком так и не достался, и английский отряд вместе с шотландскими отрядами просто разметали в битве при Престане. То есть 12 ноября при Престане все еще было за здравие, а 14 ноября окончательно стало за упокой. И 22 декабря в Шотландии высадился король Яков. Было совершенно непонятно, на самом деле, зачем он это сделал, потому что все уже было более-менее очевидно. Когда 6 января 16 года он прибыл в Перд, из 20 тысяч человек осталось менее 5 тысяч, ну как большинство из них не погибло, а разбежалось по домам, потому что все уже поняли, куда ветер дует. А у Аргала тем временем появилась, в числе прочего, и артиллерия. И граф Мар, он попытался хоть как-то помешать противнику, он между Пердом и Стерлингом устроил по традиции еще в 1680-90-х годах выжженную землю, то есть сжег абсолютно все посевы, все деревни по принципу «Так не доставайся же ты никому». Герция Гаргайла, потому что Кэмпбелла достаточно сурово, это не слишком смутило. И 30 января Яковиты сдали Перд, 4 февраля король написал грустное прощальное письмо своим подданным, и 5 февраля уплыл во Францию. Тех, кого поймали, их, естественно, судили и казнили за государственную измену. Тех, кого не поймали, плюс-минус оставили в покое, потому что это еще был не 45-й, не 46-й год, и такого серьезных репрессий еще не устраивали. А в 17-м году объявили общую амнистию всем, кроме Макгрегоров, потому что клан Макгрегоров очень сильно отличился во всей этой истории, правительство обиделось. И вот то, что у Вальтера Скотта и у Стивенсона, особенно у Стивенсона в Катрионе, там есть прекрасные обороты, что вот наш клан не называет по имени, это вот те самые Макгрегоры, которым амнистию не дали. И Роб Рой Макгрегор, про который было замечательное кино с Лаймом Нисоном, это, конечно, кино не имеет ни малейшего отношения к исторической личности, но, в общем, он тоже там подвязался. И мы его еще встретим через два года, в 19-м году, когда ребята снова попытались и снова не получилось, но уже по совсем другим причинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok